Салют, дамы и господа, у микрофона Метатрон, вам же Олег Гром. И это рубрика «Домашняя библиотека». И как вы видите, перед вами книга Дэвида Бишева «Роковые кости». Здесь три произведения в одной книге. Вообще, этот выпуск не то, что про книгу эту будет, или про автора, это на любителя, безусловно, всё. А здесь история. История о том, как задали вопрос в донате. На этот вопрос вышел ответ на лайв-канале. Ссылка в описании «Сны Метатрона». Ну, не знаю, когда вы смотрите, он ещё там существует или нет. Но, в целом, я вспомнил про эту книгу. И я её не смог у себя найти в библиотеке. И воспоминания, в общем, открылись полностью. Я его кому-то отдал. Ну, как кому-то отдал? Я помню, что эту книгу у меня брали различные девушки, да, вот, всякие особы. Видимо, под предлогом знакомства. Но я почему-то, как и сейчас, весьма такой наивный человек. И думал, что им действительно интересна эта книга. И вот как-то где-то там она и потерялась у кого-то. Мне почему-то так вот вспомнилось. И после того эфира я решил, что мне нужна опять эта книга. Я думал, что смогу найти переиздание. И посмотреть, что там как, что-то выбрать. Вы знаете, я был удивлён. Я не нашёл ни одного переиздания. Может быть, плохо искал. Ну, я пошёл искать на Озоне, где ещё все книги, да, лежат. Я нашёл вот ту же самую книгу 99-го года в хорошем состоянии. Ну, то есть, ей никто не пользовался. Она где-то просто, видимо, лежала на складах в магазине. Тут даже одна наклейка под ней, вторая наклейка. Уже они там выцвевшие, на них даже ничего нет. Вот. А может, что-то и есть. Ну, короче, такая вот. Такой вот вариант. Причём, в таком состоянии, вполне хорошее состояние, знаете. Ну, там где-то, может, вмятины на обложке имеются, но это всё ерунда. А издательство АСТ, Москва, вот я её покупал в 99-м году, понимаете. Каково же было моё удивление, спустя 25 лет найти то же самое издание, да. То есть, надо посмотреть, какой тираж был. А тираж был, а тираж был 11 тысяч экземпляров. Вот какой шанс найти через 25 лет 11 тысяч экземпляров вот такое вот издание. Может, это дополнительный тираж, может, ещё что-то. Тут, конечно, надо разбираться. Но в целом, в целом, мне кажется, я как раз её в 99-м и покупал почему-то, мне так вот показалось. Тут интересный шрифт, тут же, конечно, желтоватая бумага, знаете. Вот то время, когда такая газетная бумага была, я рассказывал, помните, в 90-х, когда книг начали печатать много, но бумага была так себе качество. Так себе качество. Но шрифт здесь очень интересный. Если кто знает, как называется этот шрифт, напишите. Потому что сейчас вот мало кто с таким шрифтом печатает. Мне кажется, был бы он чуть крупнее, хуже бы от этого не стало. Ну и так, читается хорошо, легко. Здесь, получается, три произведения. Кости и Судьбы, что там, Единороговый Гамбит. Вот я вспомнил Единороговый Гамбит, но это было всё вот в одной книге под названием «Роковые кости». Это смешная фэнтези. Довольно интересный, магический мир. Краткое описание, аннотация. Так что обратите внимание, вдруг вы не читали, вдруг вам это будет интересно. Сноски тут какие-то есть. Сноски, наверное, все сзади. Вот в чём электронная книга приятнее, что там все сноски будут сразу же у тебя на странице отображены. Ну, либо ткнёшь на неё и попадёшь. А нет, не вижу сносок. А где они? А где они тогда? Тут что-то вот, что-то есть. А что это? Четвёрка. Где? Чего? Мне показалось, что... Не знаю, значит, это какие-то... Это значит не сноски, это какие-то внутренние обозначения. Или вот здесь там 7.2. Внутреннее обозначение для типографии или чего-то такого. Вот. Сейчас эта бумага выглядит жёлтой, но мне почему-то кажется, она и раньше была такой же жёлтой, хотя... Переплёт, качество нормальное. Ну, то есть, видно, что она непользованная как-то вот. Скорее всего, лежала. Удивительно, где этот склад. Теперь по ценам, если интересно, я её купил за 172 рубля или что-то такое. Да, вообще недорого, но её же можно купить и за 1172 рубля. Ну, или вот так. То есть, разброс цен очень большой. И везде написано, что книга в единственном экземпляре. Там, где я купил, её уже нет. В этот лот он действительно пустой. Я поначалу решил, что везде написано один экземпляр. Это знаете, как один экземпляр вообще лежит, и просто какой продавец быстрее его выкупит. Но нет, видимо, всё-таки у каждого действительно физически есть по одному экземпляру. Так что обратите внимание, если что-то подобное искали, потому что другой вариант это только электронный вариант, а бумажный вот он. Вот такой вот выпуск домашней библиотеки, больше ностальгический, с воспоминаниями о том, как это было, как и чего. Вот, пожалуйста. Были времена и такие. Печатали, читали, всё, что есть. Ну, не знаю. Я помню, что мне эта книга весьма понравилась. Во всяком случае, 25 лет назад это было так. Я сейчас её буду перечитывать. Может быть, изменю своё мнение. А может быть, наоборот, ещё больше в нём утверж... Как сказать-то? Утвержусь. Утверждусь. В общем, ещё больше буду его придерживаться. Такая вот штука. Читается легко. Я помню, что легко читается. Она буквально, сколько, 500 страниц. Она прочитывается, там, не знаю, 550. Ну, буквально за пару вечеров. То есть, за выходные, если у вас есть, там, часа по 4, наверное, её, в принципе, можно прочитать. Так, не спеша. Ну, если вы быстро читаете, то это вообще, собственно, вечером лёг с этой книгой читать. И, там, в часа 3 ночи закончил. Или раньше. Кто как читает, кстати, напишите. Быстро читайте, медленно. Я вот, не знаю. Мне кажется, я достаточно быстро читаю. Ну, тем более, тут, опять же. Особенно, когда интересно, это невозможно оторваться. Вот. Такая история. Спасибо за внимание. А то давно вы ругались, что нет новых выпусков. Вот вы сами и инициировали этот новый выпуск. Всколыхнули мои воспоминания. Все любители вот этого всего. Пожалуйста, читайте. Ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. Может, у вас есть тоже история какая-то с книгой, которая к вам вернулась спустя 25 лет. Вот. Моя история такова. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!